Мы начинаем цикл зеленой аптеки тех растений, которые люди традиционно выращивают на своих огородах или могут выращивать. В качестве декоративных культур. Подчистую, не догадываясь, что они являются очень ценными лекарственными растениями. Сегодня мы расскажем о обычном растении, которое в народе называют лисий хвост. И является оно, может, из самых распространенных декоративных растений. Но оно является и ценным лекарственным растением, внесенное в фармакопеи и Болгарии, и Венгрии, и других европейских стран. Под названием золотарник обыкновенный. Очень важно знать всем, что это растение обладает таким же свойствами, как брусника, толокнянка и спорожь одновременно. То есть это растение обладает урологическим, антисептическим действием при пиелонефритах. И также оно эффективно работает при заболеваниях мочекаменной болезни, нефроптозе, при кистах почек. Растение растет, конечно же, высота его зависит от плодородия почв, от влажности почвы. Оно растет, как вот тут видно, да, 150 сантиметров примерно. Растет и 2 метра. При скудных почвах растет до полуметра. И в начале основания стебля, естественно, стебель грублый, листочки мертвые. И в данном случае используется только верхушка, верхушка сантиметров 30-40 величиной. Собирается растение именно вот в эту фазу. То есть, когда оно начинает цвести. Цветочки, как у многих сложноцветных, очень мелкие. При отцветании растение образует пух. Растения, так же, как у брусники и толокнянки, жестковатые. И не боятся ни температуры, ни солнечных лучей. И поэтому требования к сушке самые минимальные. Это должно быть проветрено помещение. Может даже это растение в течение дня подсушить на солнце. И потом уже досушить в тени. То есть, самое неприхотливое. Смособ приготовления достаточно сложен. Растение измельчается до величины примерно 7 миллиметров. И 3 столовых ложки этой травы заливается пол-литрами холодной воды. Доводится до кипения. Варится 3-4 минуты. И потом настоится в теплом виде, при температуре около 60 градусов, уже 1 час. После этого настой процеживается. И выпивается полученное количество в 3 приема. Обязательно нужно пить за минут 10-15 до еды. И вот при регулярном приеме этого растения, золотарника канадского, вот официальное название, пиелонефрит отступает. Почки приподнимаются. А камешки различных составов растворяются в песочек и выводятся из почек. И вот такое удивительное растение, которое сочетает в себе свойства трех сильных лекарств. Это брусника, толокнянка и спорыша. Может расти на вашем огороде.